Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В прошлом видео я рассказал, что такое Федерация. Там было много теории, сегодня посмотрим на Федерацию с практической стороны на примере самого популярного ее сервиса под названием Мастодон. Мастодон – это социальная сеть. Она совмещает в себе все достоинства Федеративной социальной сети. Об этом я говорил в предыдущем видео. Ссылка в описании. На сегодняшний день Мастодон – это больше трех миллионов аккаунтов и почти три тысячи серверов. Тут есть инструкция, как поднять свой собственный сервер, но это тема для отдельного видео, точнее серии, большой серии. Поэтому примкнем к движению в качестве юзера. Get Started – выбрать сообщество. Вообще сообщества могут быть любыми, но в официальный каталог не попадают те, что нарушают правила Мастодон, а именно замеченные в расизме, сексизме и прочих подобных вещах. Правила существуют и в республике и в каком-то смысле являются ее основой, как альтернатива единоличным решениям автократа. Насколько я знаю, русскоязычных сообществ тут пока нет. Можно попроситься на англоязычные, особенно если вы планируете писать и читать по-английски. Но в принципе, если вы не знаете, к кому примкнуть, выбирайте что-то общее. Или создавайте собственную ноду. Где-то нужно запрашивать доступ, где-то вас пускают сразу. Выберем то, что пускает сразу. Здесь можно и нужно почитать правила сообщества, чтобы не оказаться в дурацкой ситуации, когда вас забанят здесь или вовсе заблокируют на территории всего Мастодона. И подтверждаем почту и мы граждане Федеративной Интернет-Республики. Интерфейс и принцип работы мало чем отличаются от Фейсбук или Вконтакте. Первое и существенное отличие то, что тут есть главное, то есть лента новостей тех, на кого вы подписаны. Причем тут нет никаких умных лент и алгоритмов. Вы видите все посты ваших друзей в хронологическом порядке. Есть локальная лента, то есть все новости от членов вашего сообщества. И глобальная, то есть все новости всего Мастодона. А это ваш профиль. Вот эти три точки открывают настройки. Изменения профиля и прочие функции, которые могут вам пригодиться. Вот настройки профиля. Здесь можно сделать профиль закрытым, срочным подтверждением подписчиков и добавить профиль в каталог. Мастодон рекомендует, и это действительно неплохо, если вы собираетесь тут обосновываться. Количество подписчиков на сегодняшний день – главная проблема Мастодон. Возвращаемся на главную. Собственно, что касается подписки. Тут те, на кого вы подписаны, кто подписан на вас и взаимные подписки. Отсюда же кого-то можно удалить. А вот так. Если зайти в подписчиков, то мы увидим, что их число уменьшилось на одного. Далее. Настройки. По умолчанию все хорошо работает, но просто имейте в виду, что они тут есть и их тут много. Самая важная, на мой взгляд, штука – это экспорт базы данных. То есть фактически всего вашего аккаунта. Можно экспортировать всю базу данных, то есть все, что у вас есть в аккаунте. Или какие-то отдельные базы, например, только посты или информацию о подписках в формате CSV. И хранить на компьютере на случай ядерной войны, или переносы на другой сервер. Вероятность чего куда выше, чем вероятность ядерной войны. Хотя, как знаете. А здесь можно импортировать базу данных. В предыдущем видео я говорил, что вы можете переезжать с одного сервера на другой в пределах федерации. Все-таки это не империя, где вас сажают на цепь. В мастодон все данные принадлежат вам и вы можете взять все или часть и перенести на другой сервер. Переносить вы можете не только базу, но и учетную запись со всеми подписками и так далее. Ну и в общем пора бы уже кого-нибудь пригласить в мастодон, а то одному мне тут немного скучновато. Причем можно пригласить сразу с подпиской на вас. Я зарегистрировал второй аккаунт, тестовый. Он на меня уже подписан, так как перешел по присланной мной ссылке с предложением сразу подписаться. А так можно подписаться взаимно. А вот теперь у меня три подписки. И переходим в этот тестовый аккаунт с тем, чтобы добавить первый пост. Но сделаем это уже в следующем видео. Все-таки мастодон достаточно сложный сервис, чтобы уместить его разбор в одно видео. Но двух будет вполне достаточно, так что не пропустите. Подписывайтесь на канал кто еще не и любите друг друга.